Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы видите и слышите Алексея Халецкого! И это значит, что сейчас будет прохождение Seedmare Civilization 6! Вышли три новых лидера. По вашему голосованию с подавляющим перевесом победил Такугава, так что за него и сыграем. Традиционно я выложу сейв первого хода, так что вы сможете параллельно со мной тоже играть, ну а проходить будем на высоком уровне сложности. Вообще дальше давайте я покажу настройки карты лучше. Итак, играем за Такугаву и против него ставим другого японца Ходзе Токемуны. Также ставим нового Сулеймана и против него Сулеймана Кануни. Два будет, короче тут двойники, не знаю кто из них будет добрый, а кто злой. Посмотрим в процессе. Надир Шах Персидского против Кира Персидского. Ну и для некоторой балансировки, потому что Хамурапи обычно очень сильно улетает, поставим, собственно, Вавилон. Я традиционно его всегда ставлю, потому что последний раз, наверное, единственный, по-моему, когда я проиграл компьютеру, это Вавилон реально улетел. Ну и Фридрих Барбароса себя очень хорошо в последних партиях зарекомендовывает по науке. Все-таки вот Ганза и промышленность, то есть, по-моему, он даже лучше идет, чем Корея. Так что я лучше его поставлю, чем Корея. Ну и обратите внимание, что я играю на стандартной карте, на стандартном размере. Я решил опять на стандартном попробовать и, соответственно, попробовать военную победу сделать. Я не буду говорить, что я чисто в военную, что я никакой другой не буду побеждать, но я здесь хочу военную, просто если мы будем ставить огромную, это просто, ну, задалбывает реально там всех захватывать. Тут я буду пробовать, вот на восьмерых всего лишь семь столиц надо захватить. Значит, уровень сложности божество, традиционная скорость игры быстрая, мне понравилось. Это не так долго, как стандартную, но и не так все летит, как сетевая. Мне вот против компьютеров что-то быстрая скорость нравится. Кстати, напишите в комментариях, вы как к этому относитесь. Ну, стихийное бедство и традиционное просто двойку ставлю, уже неинтересно играться, когда их много, это просто какой-то рандом, в рандом скорее превращается чем в сложность. Все остальное стандартное и из режимов включаем варварские кланы и монополии корпорации. С этими режимами компьютер более-менее умеет справляться, а вот со случайными технологиями и социнститутами не очень. Ну, в общем-то, все победы включены, все остальное обычное. Да, и давайте еще раз, мне понравилось тоже в прошлой партии, что продавать и покупать ресурсы роскоши с компьютером можно только за деньги. Более того, если мы их покупаем, то должны заплатить в 10 раз больше, чем просит того компьютер. Мне кажется, это добавляет немножко баланса, потому что компьютер очень дешево их продает. Мы даже не можем меняться ресурс на ресурс, потому что он там может за один наш ресурс 3 своих предложить. Не знаю, с чем это связано, но вот ресурсы роскоши мы либо продаем за деньги, либо покупаем за деньги, но покупаем в 10 раз больше, чем просит за них компьютер. Теперь пару слов о модах и начнем. А вот моды, с которыми я играю. Тут нету ничего на игровую механику, тут чисто на удобство всякие моды. Ну, это важно, Fix AI Corporations, например, чтобы компьютерные соперники нормально монополиями и корпорациями пользовались. Но если вы хотите просто со мной параллельно сыграть и скачаете сейв, вам эти все моды нужны. Ссылка на все эти моды, на мой сборник модов в прикрепленном комментарии и в описании. Переходите туда, скачивайте, если хотите со мной сыграть, и давайте, в общем-то, начнем. А, да, забыл еще добавить, что мы на карте континента играем, ну, чтобы не сразу всех встречать. Но в данном случае, если я вдруг окажусь один на континенте, то я начну заново, чтобы хоть с кем-то быть. Потому что когда-то один на континенте, это слишком легко. Но вы этого не увидите, все равно вы увидите уже записанное на континенте, что я с кем-то. Особенностью Токугава в том, что внутренние торговые пути дают по одной культуре, науке и два золота за каждый специализированный район в пункте назначения. Но зато международные дают на 25% меньше доходов и туризма. Ну, то есть, по-моему, торговые пути международные просто 25% туризма, то есть, они просто не дают туризма, видимо. И города в пределах шести клеток от столицы Японии лояльны на 100%. То есть, слава богу, отваливаться не будут. Да еще и после исследования авиации они получают плюс один туризма за каждый район. Нету районов, которые в два раза быстрее строятся, как у Японии Ходзи Токимуны, и появляемся мы в довольно странном месте, по-моему. То есть, вообще без реки получается, как-то роста вообще не будет в начале. Я даже рек рядом не вижу. Ну, я бы никуда не уходил. Как-то и ресов особо, вон ртуть только, да? Что-то как-то грустненькое. Да, напоминаю, что спонсоры канала могут сразу все серии искать по ссылке в прикрепленном комментарии в плейлисте. Для них они практически сразу все будут доступны. Для остальных будут выходить раз в день. Спасибо большое спонсорам за поддержку. Так, значит, нам, во-первых, надо максимизировать наши районы. Ну, надо со скаутов начинать. Тут какие-то такие холмы, что нету ощущения, что на меня могут напасть, но все равно. Ну, не факт вообще, что будут лошади рядом. Тут как-то так много холмов. Но вообще лошади могут быть на холмах, с другой стороны. Но вообще, я не знаю, как тут расти. Тут еды практически нету, вы посмотрите. Территория какая-то не на рост совершенно. Почему-то. Не знаю, вот реально не знаю, как нам тут в столице можно будет отъесться. И вообще, как-то рек пока не видать. Так, что я хочу в этой руинке? Рабочего, наверное. А, подожди, я вообще ничего не могу построить. Тогда, я не знаю, давайте Веру. Население. Ну, кстати, тоже неплохо, ладно. Потому что тут рост слабенький. Почему нет? Почему нет? Вообще не видно никаких... Вот в пятой циве, кстати, это был бы неплохой старт. Но в шестой выглядит как-то очень грустно. Кстати, можно пантеон на пустыню будет взять, если что. Да, пока еще неизвестно, если у нас... Ну, если вы видите это, если я выложил это, то соседи у меня явно есть. Блин, может не брать мне еще одного? Так, что я открываю? Я отк... Да, давай свою оружию уберу. Открываю я лошадей. Может, все-таки рабочих уже строить? С другой стороны, но у меня одни лошади появятся, и все. Но мне явно дальше в горное дело надо будет идти. Просто я думаю, скаута мне уже боязно строить еще одного. Мне кажется, надо... Или построить... Не знаю, мне что-то прачника почему-то хочется. Я бы, конечно, амбар вообще изначально бы строил, потому что у меня сейчас, видите, вырастет до трех, и дальше город не будет расти. Ну и рабочего нету смысла. Я пока вообще... Я не могу ничего вообще сделать им. Только когда лошади откроются, если они будут рядом, тогда у меня будет возможность. Так, Антона Нарива я встретил первым. 2% культуры. За каждого великого человека, которого я получу. Но все равно культурка вначале приятна. Быстрее политическую философию. Вот так похожу. Ну, все равно пересеченная местность. Ну, выглядит, что уже где-то сюда можно город ставить, да? Так, предварительно. По побережью. Хотя у нас, по-моему, нету этих бонусов за побережье. Побережье бонусы остались у Ходзи-Токимуны. Там морские юниты иноземные плюс 5 на побережье имеют к силе. Здесь этого нету. Здесь вообще на побережье у нас ничего нету. Хотя, очевидно, что место появления на побережье, прописанное в Японии, так и осталось. Блин, ну, вообще довольно бедненький старт. Так, что с лошадьми? Конечно же. А, нет, вон есть какие-то, но в третьем радиусе. Да, хорошо, что я не строил рабочего. Сейчас тут вон с варварами надо будет еще разбираться. Так, ну, я, наверное, по побережью тут пойду еще. Так, тут холм. Нет, равнина, равнина. Давайте вот так. Что-то пока... Мне не особо наш старт нравится. Во всех смыслах, когда он скаунт побежал уже о нас сообщать, кому надо. Блин, как-то хочется тут посмотреть, что... Тут выглядит раз, два, три, как раз тут где-то город. Ставите. Тут, кстати, вон... Так, ну я бы, наверное, плюс пять против варваров ставил сейчас. Я чувствую, уже прибегут. О! Желтый козел, и он почему-то наземные юниты, а не морские. Блин, ну вообще... Соседство пустыни выглядит как неплохой пантеон, если, конечно, мы его сможем взять. Давайте так пока встану. Я думаю, скаунт сейчас сюда прибежит. Блин, я бы, наверное... Или уже строить поселенца. Четыре хода. Анна, давайте... Не поселенца, если строителя. Давайте строителя. Тут дальше в мастерство пойдем. Вообще, вообще без пресной воды. Ну, Оазис, правда, дает пресную воду, но вообще, в принципе, территория... О! Ну, такое себе чудо, хотя... Четыре науки, золото и культура. А прикиньте, если где-то есть Наска, и вот тут линии Наски понарисовать. Как эти клетки будут... Сколько давать. Так, пока стою, наверное, здесь. Так, что-то пока соседей не видать. Что-то на производство. Я бы, наверное, вот эту клетку с лошадьми... Сейчас следующим ходом вот эта присоединится, а клетку с лошадьми... Наверное, хотя... С другой стороны, нафига? Она может и сама... Не, она сама не присоединится. Это же шестая цива. Тут все сначала во втором радиусе присоединяется. Тут где-то лагерь варваров должен быть. Она просто... Просто выхлоп дает, да? Четыре золота, наука и культура. Ну, вообще, вокруг... Тут очень круто ставится... Ну, то есть, например, вот сюда... Священное место. Это само по себе плюс два даю. А, плюс четыре. Плюс четыре. И если я возьму пантеон на пустыню... То это священное место будет вообще какие-то дикие... Дикое количество веры... Давать. Ну и, соответственно, здесь, здесь, здесь... Можно поставить от четырех городов. Ну, тут, правда, не знаю, какой город. И вообще, здесь где-то вот на оазисе можно город поставить для... Ну, пресная вода. Потом Петра, там пирамиды, например. Ну, где-то вот здесь, например, да? Раз, два, три. И, соответственно, сюда у нас, опять же, ставится священное место. Ну, выглядит заманчиво. Денежку дали. Наверное, надо... Ну, хотя... Не, пока не надо мне лошадей выкупать. Ждем рабочего. Так. Где этот лагерь, которому ты обо мне сообщил? Что-то не пойму. Это явно не этот, он только появился. Он сначала... А, ну, понятно, что это написано. Дракон ветра, а тут желтый козел. Где этот дракон ветра? Так, я бы, наверное, даже, наверное, астрологию открывал. И спешил. Да, можно даже поберечь деньги, чтобы выкупить вот эту клетку и священное место строить. Поспешите взять пантеон на... Слушай, мне бы сейчас вера очень не помешала. Послала дали. Так. Ага, Балоню мы не первые встретили, поэтому... Уже точно тут кто-то есть. Окей. Было бы круто, если бы тоже японец был. Хотелось бы... Посмотреть, как мы против того... Ходзи-такимуны. Работаем. Не, ну, старт, как всегда, интересный. Честно говоря, необычный. Такого у меня еще не было. Так, какие три клетки я... Ну, надо ртуть обработать. Надо лошадей, надо камень обработать. Все. Вижу цель, не вижу препятствий. Давайте еще прачников, наверное. Потом только... Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров «Жевжиков Патрициев», а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Суперспасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Все. Всем спасибо за поддержку. Ну, то есть, вот обычно в это время компьютеры строят, да. Ускорили колесо. О, наконец-то сможем проатаковать. Ну, пойдем с желтым козлом разбираться. Он там явно мешаться будет. Если не разобраться. О, нашли другой континент. Отлично. Ускорялки, ускорялки капают. Ю, разведчика дали очень хорошо. Значит, я правильно не строил разведчика. Так, надо сюда бежать, а этим, наверное, возвращать. Нет, наверное, так пройду. О! Не, Сулеймана великолепного встретили. Ну, то есть, у него плюс четыре против нас, если мы не в золотом веке, и он не в золотом. Надо помнить об этом. Так, письменность продвинулась. Вот он Болонию и встретил, да? Да. А он кого-нибудь еще, кроме меня, встретил? Нет, возможно, мы вдвоем. Так, дуболом вылез. Так, немножко отступаем потихонечку. Будем двумя прачниками. Наверное, я даже не буду... О, хорошо, он сюда подходит. Или третьего все-таки построится. Дуболома тяжеловато будет. Ладно, давайте... Три хода. Поселенцы семь ходов долгое. Я бы все-таки сначала прачника делал. Так, подойду. Взять в зону, надо было сюда идти, потом туда. Он, конечно, не убьет, но... Я, хотя, может, убить этим скаутом и этим... Да, может. Нет, он этого решил протоковать. Дело в том, что тут зона контроля получается. Хотя я все равно могу пройти. Так, в любом случае нету... Атаки с фланга у меня еще. Потому что не открыта военная традиция. Да, все-таки надо так делать. Чтобы можно было... А вот если бы я вот тут стоял, а не здесь, я могу сюда зайти сразу и обработать. Лошадей. Ну, надо было, конечно, клетку выкупить. То есть я сейчас тихот потерял. Снифига. Так, ну мы довольно далековато от Тулеймана. О, вот морской этот. Слушайте, можно купить будет галеру. Над этим надо будет подумать. И дальше... Кстати, я бы, наверное, и в галеры... Хотя и гончарное дело, амбар нужен. Ладно, давайте гончарное дело. Священное место-то мы-то открыли. Отлично, стрельбу из лука прокачали. Так, атакуем. Покупаем клетку. Обрабатываем. Верховую езду ускорили. Ну, жилья пока нету нормального. Пастбища полжилья добавляет. Длин, может мне стрельбу из лука открыть? Как-то тяжеловато с варварами. С другой стороны, будут ли у меня деньги на ап? Мне что, там клетки выкупать... ...для священного места вообще-то? ...возвращаемся этим... ...люболомом, наверное. Тут вот надо исследовать. О, уже второй город. Ну... ...все-таки божество, он уже три города должен был поставить, я думаю. Ну да, Стамбул, Трабзон и Халеб. Ауч. Так, международную торговлю. Наверное, не меняем ничего. Потому что мне и пантеон нужен, и плюс пять против варваров. Это рекордный паводок для меня, у которого рек вообще нету. Убиваем. Апаемся. Подходим. Блин, очень хочется выкупить клетку. То есть это и священное место начать, но мне кажется, что нам и поселенцев как бы пора. Уже кто-то пророка с другой стороны. Ну, мне кажется, это Япония. Вторая Япония. У них священное место быстрее строится, и вообще. Блин. Вообще все зависит... Знаете что, давайте начну все-таки с поселенца. Зависит от того, какой у нас пантеон. Если мы возьмем пантеон на пустыню, то, наверное, надо все-таки священное место делать. Так, ну, засчитывай, естественно, там не не убьют. Так, ну тут нужно камень этот обработать. Кровь из носа. Так что пока стоим и в Раннюю Империю. Не, вообще я правильно трехпрачников сделал, потому что... Сулейман далеко-далеко, но... У компьютера что-нибудь переклинит там в его маленькой... Кремниевой головке, и он... Попрется ко мне прямой наводкой. Никакой человек, никогда не убегал клетку, и потом оставил его. Как будто бы там были брызги. Так, мне кажется, тут Антона Нариву добьет. Еще стоим, ждем возможность камень выкупить, обработать. А, блин, он не 12 ходит. Я забыл, что тут скорость другая. Там 16, да, 16. Другая скорость, другой... Другая скорость... Собирание пантеона. Так, гончарное дело, колесо, мореходство, письменность, стрельба из лука. Что-то хочется стрельбу из лука, на самом деле, открыть. Чтобы уверенно себя чувствовать с тремя луками. Я себя буду чувствовать уверенно. Хрен меня кто возьмет. Так, пожалуй, этим мы... Полечимся. Этим так. Так, сделаем и подходим сюда. И теперь выкупаем клетку с камнем. И обрабатываем камень. Мастерство ускорили, каменную кладку ускорили. Но нам мастерство надо открыть. Подвези, наверное, не сейчас. Не сейчас. Когда надо будет пантеон... Пантеон примем. Тогда надо будет эту фигню открывать. Глянем, что здесь. О, блин, уничтожили. Нифига себе, Антона Нариву. Жестко. Я даже не успел галеру купить. Антона Нариву жестко расправилась. Но, с другой стороны, вот еще один у нас морской клан. Если нужна галера, заглядывайте к нам, как бы, говорит он. Будем иметь в виду. Очень здорово, чувак вообще вышел из лагеря. Так, ну, к сожалению, я наберу тогда очки эпохи. Может, мне этого не надо? Я вот думаю, может, просто... Как его? Ну, прокачиваться на этом лагере. Пока мы в темный век выходим. Я не вижу тут вероятности, что мы можем в золотой выйти. У нас нету никаких уникальных юнитов. Нету никаких уникальных районов в данный момент. Слушайте, у нас вообще что там уникальное? Что-то... Фабрика электроники и самурай. Фабрика электроники, ну, в современности. Самурай в средневековье. Ничего не получим, да? Судя по всему, мы на контин... А, нет, еще кого-то встретил. Блин. Так, ну, нам два очка до нормальной эпохи. Я бы хотел в темный здесь выйти, конечно. А потом героический попробовать в героический. Поэтому, наверное, нам бы третьего не встречать. Так, вот, следующим ходом можно открыть мастерство. Следующим ходом пантеон сможем принять. Так, здесь делаем так и так. Появляется кто-то, начинаем его обстреливать. Ну, в следующем пантеон как раз мы поселенца закончим. И узнаем, будет ли у нас пантеон на... На пустыню. Здорово. О, уже четвертый город поставил турок. Не хило он расселяется. Блин, нам все равно... Ну, ладно, нам 16 достаточно. Давайте, наверное, просто производство пока поставим. Надо ли нам... Надо ли нам против варваров? Нет, пускай будет. Пускай будет против варваров пока. Так, дальше в Раннюю Империю продолжаем. Ну, я бы сюда сначала город второй ставил, а не сюда. Мы пока просто стоим. Ждем. Блин, или не лезть туда. Так, просто исследовать. Ну, просто не хочу. Обряды плодородия взяли. Так, ну что? Нету соседства пустыни. Ну, я, конечно, все равно буду здесь, скорее всего, ставить священные места, потому что тут самое крутое. Речную богиню. Ну, давайте посмотрим, что еще можно. Вполне сеначки великих людей. Производство от рыбацких судов. Нет. Культура от пастбищ. Лабенько. Две веры от... Вот в пятой циве была еще вера от чудес. Тут хрена, ничего не дадут. Каждого улучшенного стратегического ресурса. От рудников редких и бонусных. Ну, кстати, вот рудник. Вот на янтаре рудник будет. И все, да? Ну, вот еще. Ну, вообще слабенько. Благовоние. Культура от плантаций. К лечению в священном месте. Дополнительная вера равна 50% каждого боевого. В пределах 8 клеток от священного места. Тоже такое. От клеток с престижем потрясающе и выше. И от геотермальных полей вулканической почвы. Так, ну и геотермалка у меня одна тут всего лишь. Вулкан вообще только здесь. Так, а что с престижем? Престиж, кстати, может быть довольно высоким, потому что... На побережье. Ну вот, потрясающе, потрясающе. Ну, все равно как-то маловато. Блин. Не пойми, что брать. Трудников редких и бонусных. И производство от веры от каждого улучшенного стратегического. Ну, то есть, стратегические это лошади, железо там, понимаете. Ну, лошадей. Вон, я второй только вижу. Блин. Непонятно. Плюс два довольства. Ну, тогда, во-первых, можно с священным местом сейчас не торопиться, с другой стороны, что нам еще строить. Производство рыбацких лодок на болотах, оазисах и поймах рек. Ну, вот болото, да? Вот болото. Ну и все. Пойм рек у нас нету. Вот только далеко где-то. Блин. Вера от каменоломен. Ну, раз каменоломен, то я камень буду вырубать. Не знаю, почему-то ничего лучше рудников. Ну, блин, все равно это мало веры будет. Культура от пастбищ. Ну, пастбищ. Раз, два, три. Тоже не так уж много. И плантаций прям не так уж много. Не знаю, мне почему-то хочется в итоге вера от рудников редких и бонусных ресурсов. Бонус тут и бонусных. Ну, бонусные там медь имеется в виду. Тоже их не особо много. Блин, жалко, что пантеон на пустыню кто-то забрал. Не знаю, почему-то хочется вот это религиозные идолы взять. А, ну вот, блин. Да, золотой век. Конечно. Вот мы и вышли уже в нормальный местицин. Так что надо идти искать того, кого... О, шоколадные холмы. Еще одно чудо, вау. Жалко, что канди нету. Так, ну игра предлагает здесь ставить. Кажется, вот здесь пока нету смысла, раз у нас нету соседства с пустыней. Ну, в смысле, не спешите уже с этим городом. С другой стороны нам надо здесь поставить, потом здесь. Вот тут места хорошие. Ну, то есть, в сторону Турка. Эти, эти же места у нас никто не заберет. Ладно, все-таки сюда пойду. Сюда, потом сюда будем ставить город. Или пока не апать. Ну, то есть, денежку поберечь. Так, я бы, наверное, тут скаутом побежал тогда снизу. Что нам дальше? Ну, уже можно мореходство и галеры попробовать. Да, кстати, мы же можем еще галеры купить. 102. 102 деньги. Ислам. Османы основали ислам. Вау. То есть... Блин, я думал, это японец набил. Это, оказывается, Турок как раз первым набил Пророка. Ничего себе. Магомета, надеюсь. Заратустру. Заратустра должен был быть у персов, конечно. Так. Ну, наверное, просто стоим. Туда можно поставить. Потом, если что, апнуть в лучника, чтобы обстреливать удобнее. Было. Ё-моё, уже мечник. Ни хрена себе. Что-то там варвары суровые. Блин. Он меня сейчас тут наваляет. Надеюсь, он туркам будет наваливать, а не мне. Блин, воин-орёл. А он не убивает ли моего прачника совершенно случайно? Слушайте, так можно уже этот лагерь тогда грабить в попытке в Золотой Век всё-таки выйти? Уже его можно не беречь. Он, по идее, больно должен сейчас ударить по пирамиды. Быстро построили. Да, смотрите как. И восемь ходов до конца Золотого Века. Блин, больно. На самом деле-то. Так, а чё вы все ушли? Я должен вашу конью защищать скаутом? Взяла армия Турции и свалила от коньи. Типа, ну... Мы-то, конечно, армия, но... Театралка уже строится. Блин, у Турка 14.17. У меня очень медленный старт. Прямо скажем. Так, ну я разграблю уже этот лагерь. Пора. Так, трудовую повинность давайте. Блин, может тут сразу со священки начать? Ну, 33 хода. Очень долго. А тут все остальное тоже долго. Монумент, амбар. Все долго. Ну, амбар точно не нужен. Тут хотя бы еда есть. Ладно, наверное, все-таки с монумента пока. Буду сюда третий город ставить, в сторону Турка. Вокруг чудо. Так, открытые границы, по-моему... У нас настроение. Так, можно же сразу, наверное, просить. Нет? За два... О, право прохода за два золота. Зашибись. Это выгодно. Так, железо надо открыть. У нас все-таки за рудники дают. А, подождите, там за стратегические не дают. Блин, шесть ходов. Я думаю, что я нифига не успею. В золотой век. Так, три очка. Ну, за лодку мы, наверное, два получим еще, да? И больше на чем получать? Ну, еще встретим цивилизацию. Предположим. Еще одну очку. Эти, я думаю, руинки все турок уже собрал. Так что не очень себе представляю, как нам тут в золотой век выйти. Ну, зато прокачали всех прачников до первого уровня. Встаю, жду поселенца. Песчаный змей. Будем душить змея, да? Ага, вот. Япония все-таки. Класс. Короче, Турция между двумя Япониями. Ну, понятно, что это самозванец. Я настоящий японец. 11-20. Так, посмотри, может, еще кто есть? Нет, японец никого больше не встретил. Я думаю, что мы вот втроем на континенте. Болонию нанять великого пророка, проложить торговый путь. Ну, немножко бессмысленно все это, потому что мне все эти города не особо дают нужные мне способности. Так, давайте, наверное, по лесу возьмем. А кто из них? Из них кто-то вышел в мечники? Или этот постарался? Я думаю, что это Вавилон постарался. По-моему, у нас уже мечники. Эти вдвоем вот тут только находятся. Так, могу продать лошадей, кстати. Я думаю, в этом есть смысл. А сколько предел? 33. Ладно, пока накапливаю. Хотя... Он как-то мало вход предлагает. Ну, вот, например, за 15 лошадей. О, 8 вход. А, в быстрых сделках было описано, что 6 вход. Вы видели? За 28. Нормально вообще. А за 10? Вот, 6 вход за 10. Вообще за 10. Турку, наверное, не буду предлагать. Так. Ну, вот сюда. Блин, тоже подумать надо. Мне тогда сюда не влазят. Но я не думаю, что я прямо сюда буду... Тут как-то такое не очень... Ну, наверное, сюда я соглашусь с компьютером. Ну, и куда мне это... Ладно, пойдем пока в город. Этим сюда лечиться. Есть поселенцы. Ну, что, священное место. Религию все-таки надо. 60. Откладываем ход. Следующим ходом сможем купить. Вырасти надо. Так. Трудовая дисциплина. Обработка бронзы. Не, ну, никак мы тут не выходим. Даже если бы я галеру купил. Никак. Ну, вот просто никак. К сожалению. Хулиган бегает за мной. Турок... А что турок им занялся? Значит, у Турции уже 4 города, да? У этой Японии тоже 4 города. Я только с двумя сижу. Ну, хоть плюс 4 священные. Кстати, вот священное место мне даст еще очки эпохи, но за 3 хода я бы его никак не построил. По городам, наверное, расставим. А так, пускай лечится. Пускай лечится. Что, сюда не пройти? И обратно... Подождите, я остался... Нет, мне могут убить... Могут убить скаута, если этот отойдет. Ага, тут какой-то интересный проход к Японцу. К Японцу, походу, по земле ты не особо и пройдешь. И даже ресурсов как-то немного. Но вот два вина, две ртути. Ну, вообще, ртути побольше немножко. Мы хотят, может, турок поселиться. С другой стороны место для расселения есть. Ну, вот видите, турецкая тварь отошла и атаковали меня. Давайте тут полечимся. О, зато железа довольно много. Вот бы Наску найти. Я просто не знаю, что с этой пустыней делать. Ну, Петру строить? Блин, там же кто-то взял пантеон на пустыню. Может, уже у них Петра будет. Так, обработку бронзы открыли. Но мне нужно навигацию по звездам, я думаю. Два морских ресурса. Не знаю, где центр коммерции строить. Не знаю, ну, компусай я вижу хотя бы где. Вот тут можно, да, на плюс три. Вот тут ставятся на плюс три. Так, в общем, и через гавани желательно играть еще. Орошение. Наверное, орошение давайте откроем для виноградов. для виноградов, блин, по-русски. Звучит по-русски виноградов? По фамилии, для виноградова, короче. Ух ты, что еще построили? Висячие сады. И вышли в нормальную эпоху. Ну, традиционно вышли в эпоху, серия закончилась. Пожалуйста, рассказывайте, как у вас проходят. Трабзун варвары берут. Нет, наверное, разлив реки был, да, разлив реки. Рассказывайте, как у вас идет развитие идти все в золотой век. Ну, кстати, хорошо, что мы не близко. И, кстати, я напомню, что в шести клетках, ну, хотя это будет не в шести клетках, раз, два, три, четыре, пять, шесть, вот это будет не в шести клетках. Ну, в принципе, у этой Японии плюс шесть, плюс сто процентов лояльности, если вы близко находитесь. Ну, продолжение в следующей серии, спонсоры канала уже ее могут поискать в прикрепленном комментарии. В ссылке в прикрепленном комментарии на плейлист, там уже есть продолжение, для всех остальных оно выйдет завтра. Еще раз напоминаю, что вы можете параллельно со мной проходить. Ссылка на сейв тоже в прикрепленном комментарии на сейв первого хода. Блин, хрен, вы можете со мной проходить, я ж не сделал. А, смотрите, я должен был, сейчас, ребята, я проверю. Нет, ребята, вы не сможете со мной проходить, потому что, к сожалению, в очередной раз сейва сбросила настройки, хрен знает почему. Я ставил настройки сохранять все автосейвы, мне опять стыд, что только пять последних автосейвов, и я забыл сделать сейв первого хода. К сожалению, так что только смотреть. Прошу прощения. Продолжение завтра, играйте в умные игры, слава Украине, живи Беларусь, всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, суперспасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку, до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok